Сколько денег? Да ты будешь открывать опять ночью О, вкалывает? И мне аж прям хорошо стало Это калывает Прописал врач травматолог Это наркотическое такое вещество А люди, которые болеют раком и тетом, обезболваны Для меня идеальная фигура точно не в числе Кстати, рубрика Секс после увеличения груди Что ты посоветуешь? Не бойтесь и делайте реальность Если какие-то комплексы хотят лучше себя эстетически Это, наверное, очень классно Потому что больше уверенности в себе Как хобби Так и сейчас это в Дубае происходит Когда сейчас именно это делание Ты что-то себе делала в плане эстетики? Что-то сельцово? Да, и ты хочешь не хочешь Если ты пройдешь этот кастинг Тебе придется раздеться Тебе придется примерить на себе все эти... Все, я сдаю Как я узнаю о том, что я прохожу кастинг Реально Да, Вера Брежнева Казалось бы, Вера Брежнева Какой замечательный, положительный человек Но я столкнулась с тем, что В закулисье Она себя настолько похапала Как хабалка вела Темой краски Все-таки Эти бы тебе сейчас сказали Раздеться, добро сделать? Нет, то же самое Пришло, поэтому... Ну, я на самом деле не расстраиваюсь Пищу, я расстраиваюсь Ну что, Марина, как сиськи? Нормально, уже нормально Три недели нормально Когда можно ко всех снимать? Я без него Почему? Ну, можно на пару часов снимать и привыкать Потому что она резко все равно Ночью одевать Как ему это ощутить на себе? Непривычно, все взгляды на них Обычно раньше на лицо смотрели, а сейчас вниз смотрят все Никогда Сделала себе 3,5 Да Почему 3,5 Вообще, я хотела больше Еще больше? Да Но, так как у меня маленькое тело 42 кг у них Которые могут быть Ты же планируешь поправить? Да Если получится, когда-нибудь Есть, дай бог А так врач на питу браться надо делать Представить мне больше 325 А я хотела 400 А он сказал, что Тебя бы им планты разорвали Выглядело бы не натурально в первую очередь И оно бы выходило на подмышку Чтобы было не очень прикольно А так они еще размягчались через пару месяцев И будут как натуральные А период восстановления какой? Месяц 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 Ну это что, мягкие стали? Мягкие стали Мягкие они станут через год Ну да А, период восстановления месяц Месяц Уже будут на следующий день Можно в бассейне купаться наконец-то Мягкие Да Нельзя на солнце Курячить Нормально Спать тебе нельзя первое время, да? Вообще спать? Я имею ввиду на груди. На груди, да. На боку нельзя было. Ты представляешь, у меня неделю вообще просто отрывалочный или плакал, что я сплю только на спине. У меня спина затыкает, мне подвинутся. Приходится вот слегка просто повернуться. Оставала-то как в кровати? Это напрягалось, очень жестко напрягалось. Что-то напрягалось. У меня все напрягалось, чтобы... Оставь в кровати, приходилось себя отталкивать таким образом. То есть я даже руки не могла поднимать. Что, пар тебя не поднимал? Ну, он же не всегда рядом. Я такая пришла сама ценой. Я просто помню, у меня подружка делала грудь. Ее поднимал парень за руки постоянно. Усаживал на кровать, помогал прилечь. Подушки подкладывал, чтобы она... В том, что там нельзя жить вот так вот, ровненько, да? Только на приподнятую подушку. И вплоть до того, что он ее водил в туалет? Нет, ну это нормально. У меня было прям нормально. Я исправлялась. У меня на самом деле очень сильно понравилось, как здесь они делают операцию. Во-первых, это было... Сколько денег? Говори. Это было уже кровати, да. Вышло 9 тысяч долларов. Да. Делать себе больше нечего. Хорошо, очень хотела. Ты могла сделать два раза сиськи. Почему? Ну, потому что цена в Гуди 3,5 тысячи долларов. Вообще. Почему? Я об этом думала. Я думала либо Турцию, либо в России делать, либо в Армении делать. Но вопрос, почему тупать? Потому что постоянная проверка. Постоянная проверка. Я здесь нахожусь на месте, постоянно на крови. Мне удобно, как врач здесь рядом, к нам, какой-то вопрос. Мне нужно просто сесть в машину и поехать. Ну, нужно брать самолетов и вкладывать в Алексееве. Не, ну просто ценник вот за облачь. За облачь, но есть есть возможность по себе оплатить операцию здесь. У нас такие деньги, наверное, есть. Что у тебя делать здесь? И как бы врач постоянно рядом. И вопрос в том, что если в странах из СНКО у нас коррупции, и что там врачи могут напортачиваться операцией, потом в бизнес, как бы, он и не сядет, потому что он может и бабку напортить, да? И не сядет. А здесь наоборот. Если врач на протачу, то это просто нафиг будет прихлопнуть. Как часто ты наблюдаешь, что врачи? Каждые три дня в первую неделю было. Потом через неделю. И сейчас через две недели. Короче, каждые три дня. Вначале было потом через неделю, потом через две недели, потом через месяц. Просто очень странно. Я, опять же, вспомню историю подруги своей. Ей корсет не разрешали снимать. Месяц так точно. То есть она только его расстегивала, там протирать нужно было, там средство каким-то непомним точным стажу, и обратно застегивала. То есть нельзя было его снимать. У меня очень операция длилась 40 минут. Ну. Очень быстро. И я переживала какой-то наркоз, потому что очень тяжело отходишь после наркоза. Но у меня попалась только хорошая анестезиолога. Она была с бюджетами. То есть ты выходила после наркоза, не материлась там никакой обещи? А, у меня попалась теперь анестезиолога англичанка такая. И я на самом деле лично операцию, как бы, у меня прям вот так трясло. У меня жестко. Я думаю, что все, я не взяду, как я вообще ляду. А выйду я после анестезии, выложу просто всю матку правду. Она такая видит, что я трясусь, меня стрессовывают, у меня панические, она не приходит, а у меня была уже капельница какая-то. И она берет, короче, когда-то у меня приходит какую-то жидкость под цветом молочного цвета, и она вкалывает в ней. И мне же прям хорошо стало. Я такая, ай! Понятно, и так все размывается потихонечку чуть-чуть. Но мне стало хорошо, у меня весь этот переживание и стресс куда-то ушел. Мне прям, ну что, почему нахраться? Такая веселая. Ну, может, когда мы решите меня? Мы же сразу жопу сделаем, да? Рецелуйся, лжусь, ржу такая, смеюсь, смеюсь. Она такая, говорит, ну что ты хочешь? Я говорю, ну клубнику или шоколад? Я говорю, ну клубнику, и через секунду меня вырубают просто. Просыпаюсь вообще на ура, как бы спокойно, никаких трубулентностей, как в матьяков, непонятно еще, просто я проснулась от того, что мне было боли, я даже до клубнику была. А так вообще хорошо, быстро проснулась, и все, через два часа меня домой отбезли. То есть ты на стационаре, грубо говоря, не оставалась? Нет, нет. Два часа у меня пришло в себя, и как бы со мной муж и подруга была, они у меня как бы это чувство, как бы помогли, покушать там все, дома помогали. И все, на следующий день, как бы я мучилась, грубо говоря, пять дней, мне было тяжело. На пятый день устала реально нормально, поцелу на период. Я пришла себе на пятый день, я такая, нифига, я руки могу поднять, я уже на генеральную уборку на третий день начала делать. А, ну там же нельзя две недели руки поднимать. Я поднимала быстро руки, ну, то есть на третий, четвертый день я уже как бы... А врач не разрешала? Врач разрешил мне, когда пришла на третий день к нему, типа, бери тренинг усик, ручка ствая ровно, короче, рядом со стеной, и потихонечку, вот такое упражнение делая, ручки потихонечку поднимаю. Не резко, блин. И как бы вот так тренирует. Нужно было Акбара рядышком поставить, и на нем тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Да, да, да. По торсу. Пиздец. И через неделю он мне разрешил уже массаж делать груди, снимать корсет. За 30 минут в день, 15 минут, утром, или... Массаж делала Акбар? А, нет, я сама делала. Почему? И он не мог притронуться, он боялся моей груди первую неделю вообще. Боялся почувствовать импланты? Да. Что вообще? Он, ну, Я переживала себя, что там что-то не так делает, тронет, сдуется и что-то непонятно не сказал почему, но он боялся Ну, приятно, что переживает И вот я пришла в себя через неделю, сейчас вообще прекрасно Врача пришла снимать, у меня был корсет на пару часов Это очень странно, конечно, на самом деле Каждое, к сожалению, идёт по-разному, и они у меня начали замечать Нет, за счёт того, что форма, чтобы они не опали, первое время всё-таки после операционной периоды, чтобы корсет поддерживал хорошо Они строго-настрого запрещают снимать его У меня вообще есть подруга, которая делала портан, известный врач Кирург в России, он делает тоже для интегра Он реально крутой врач, у него даже техника склеивания есть Это звёздный доктор Ну, типа крутой, да, как мы видим, я слышала про него Он там через соски обрезает, и там склеивали, он нашивает И он вообще, как говорится, снимать корсет через пару часов У кого все не тактики У кого все не тактики, да Но я ношу бельё, как руку депрессионное Да, ну, то есть, да Бельчик, без косочек, но поддерживает Ты тебе подрез делали, под грудью, либо... Под грудью Под грудью Да Маленький, в другой разрезе Вообще, маленький, маленький, да Да, потому что... А камеру покажешь? Нет Лично покажу Но у меня уже зажили У меня уже всё, шпы расцесались И по себе, и нормально всё стало Мазала чему-нибудь? Да Крема, гели У меня постоянно мазала И как бы от того эффекта не было никакого Ну что, у меня первые недели вообще Грудью опухали Поток крови приходил в грудь И они как камень остановились И соски очень сильно болели Но самое главное, чтобы у сосков чувствительность не понравилась Увеличилась его При том, что я обрезаю И я чуть не... Реально, будто на бейсболах я сидела Насильно про бейсболов У меня прописал врач травматолог Это как бы наркотическое такое вещество А его пьют Типа люди, которые болеют раком И идут обезброванными И мне приходилось его пить Как микотин ещё А он такой ещё, знаешь, состояние такое Даёт Расслабленность Такое, классное, мягкое Всё такое Ну, такое Расслабленное состояние Я его пила Потому что мне было больно Я даже, когда ночью спала на спине Ты ровно же спишь И приток И уходит весь в грудь И ты просыпаешься ночью И ты думаешь, что она пердит И она опять отёк приходит Хорошо Приходилось спать вот так Блядь Да, да, понимаю Какое тебе бельё Разрешили потом носить? Потому что, насколько я знаю Что с косточками С косточками Может быть через 3 месяца Молодые Опять Тихо, они мягкие У всех врачей всё по-разному Ну и то Он говорит о том Чтобы Всё это время Почему я здесь Удобно Здесь делала драться Потому что я прихожу к врачу Он видит, как всё протекает Ну понятно, да И как можно быстро Как бы Как бы Какие-то вещи делать, да То есть снять корси Там Ванну делать Через сколько На сколько быстро Всё это заживление проходит То есть если у кого-то Может быть подольше Вот это Проходит И потяжелее То есть у меня есть На третий день На третий день Я смогла душу Понять Да Я почувствовала Нормальное бельё Красивое А без косточек Обычные Просто тканевые Которые поддерживают герой Тебе уже поддерживать Ничего не нужно У тебя уже всё Стойком будет Поэтому и косточки Нахрен не нужно будет Ну по сути Да, у меня сейчас как шарик Шарик Кто-то Представь, как будет сейчас Твоё Старое всё Бельё смотреться Я его выкинула Да не надо было выкиливать Зачем ты это сделала? О чём не знаю А бы сейчас обрело Совершенно другой вид Вообще На новой груди Какое? Он не налезет Вообще Я лезла бы Ну ты вспомни У меня первый с половиной размер Хорошо Ты вспомни свой купальник Век Который я примеряла Тогда Как у меня смотрелось С твоей вот той Бывшей грудью Бывшей грудью Бывшей грудью Ну это да Блин Купальник ещё Прикольно Он мне просто Все с косточками будет Липчики Они бы не налезли На мою связку Очень просто Я такая Хожу сейчас Три с половиной размера Начала покупать уже Чуть-чуть Ну да Несколько липчиков я взяла Такое Прикольно Но мне кажется Что когда вот станет нормальным В этой груди Я не буду ощущать её То я вот мне кажется Без липчиков Без липчиков Без липчиков Зачем? А В общем Кто их создал? Лишняя одежда И конечно оно смотрится Но ливчик делать не больше Ничего Вот Ливчик можно Я знаю Если с кушапом и взяешь И пи**ец Ну вот Тогда что то можно делать Планки Я хотела сделать эпидицию, но так как мне очень сложно поправить, у меня футболитика, потому что я не могу поправить спортом. Здесь нужны тебе тогда тренировки? А именно человек спорта, я не готова себе к зале. А это же вопрос к тебе? Не липосакцию сделать? Не в зал не походишь. В какую липосакцию? Тебе? Нет, невозможно. Мне не с чего взять. Если можно было бы у кого-то взять жир и перекачать, все было бы прекрасно. Забирай мой. Мне все предлагают. Я бы у всех по одной, я бы уже шопу сделала, как Ким Кардашьян. Ну а в планах есть, наверное, как я услышала, девчонки говорят, что есть искусственные жиры, которые создали, что можно перекачать. Возможно, как к этому приду, либо филлерами. Да, правильно ты рассказывала про Казахстан? Да, но такое в том, что есть определенные филлеры. Если простые делать, то они рассасываются через полгода. Как бы нужно поддерживать. А есть какие-то филлеры. У меня с какого я делала? Не на два-три года. То есть, ну, нужно через три года опять закрыть делать. Но это, конечно, не каждый балл у нас. Я вот думаю. Либо, если вы сможете, искусственный жир, либо уфида. Я просто хочу, чтобы была профессиональная. Для меня идеальная фигура – это бисточные числи. Да, ты выкладывала в историю. Я очень безумно хочу фигуру такую. Но у меня возможности нет поправиться. Возможности есть у тебя поправиться. Главное, чтобы желание было. Какое лёгко, да? Каким образом? Жрать. Жрать и заниматься. Человек очень много даёт. Он выбирает массу. Набирает, да. Или карнитинчик ещё. Надо подумать, ребят. Но вот приходим постепенно к идеальной фигуре. Но тебе нужно сначала реабилитироваться. После первой операции. Я сейчас куда-то беговой дорожкой могу походить. Походить? Да, да. Теперь нужно аккуратно по этой дорожке бегать. И наверху, мне кажется, ноги чтобы работали. Эту часть напрягает на данный момент. Но тебе же можно через месяц только в спорт добавлять. Правильно? Наверное, да. Секс тоже считается спортом. Секс мы занимаемся. Вообще, я первый раз, когда у меня произошёл секс. Это было такое… Кстати, рубрика «Секс после…» После увеличения груди. Да. Будет интересно, потому что ты нифига не можешь. Хочется взяться, да? Ни за что не можем. Потому что ты… Волосы, идите сюда. Ты двигаешься. В сексе такой процесс, когда ты двигаешься, да? Тебе ещё дышать тяжело, да? И тебя, например, да. И ты такая сидишь, не двигаетесь. Сидите на месте. Потому что они не должны двигаться вообще. И мне приходилось их держать. Ну, компрессионное бельё на этот момент должно быть. Ну, оно есть, но как бы… А в любом случае они же… Немножко передвигаются. Передвигаются. И приходится их поддерживать. И ты как столб стоишь. Вот просто тебя поставили, и ты… Вот так просто! Получается, секс был бревном. Да. Ну, самое главное, что правильное я не буду. Блин. Мужик тоже переживает за то, что типа, блядь, не дай бог, что там сиськами, блядь. Сейчас я подвигаюсь и талки и дезвую. Имплант отвалится просто. Ну, эту тему, естественно, проговариваешь с врачом, да? Тему секса. Нет. Как ни поду секса, мы с ним не разговариваем. Ну, так вот нужно было поговорить. Вот я его не спросила. Реально. В каких позах не можно находиться? Уже похер. Уже все можно. Уже нормально. Я двигаться могу. Нормально вообще. У меня не болит ничего. Единственное, что вот ощущаю пока что еще. Ну, конечно же. Ты будешь первый год еще ощущать. Ну, я просто шутала. Они сверху у меня размягчали. Вот здесь, на другую. А вот снизу, вот здесь, они еще вот такие. Ну, у тебя еще так воспаленный процесс, понимаешь? У меня тоже воспаленный процесс, а... Верите. Я, на самом деле, охренела, потому что так быстро я поправила. У меня врач просто охренела. Как отреагировали родители? На то, что ты, ну, как раз хочешь сделать? Ну, нормально, да, конечно. Да, мама переживет, но не делай. Ну, как тебе помыла Андерсона, да? Сделай пятый размер, пожалуйста. Сделай нормальный. Ну, что маме? Четыре с половиной сделаю. Ну, я такая, когда сказала ей тройку. Она такая, ну, минус. Ну, папе было с ней любопытно. Ну, покажи, посмотрите, если нормальный вид. Маме сказала тройку, а сделала три с половиной. Ну, я не знаю, на самом деле, какой это размер. Я знаю, что у меня триста двадцать пять миллилитров, поэтому, наверное, тройка три с половиной. Тебе куда ставили вклад? Под мышцу? Либо под... Под мышцом. Да, потому что я, ну, еще хочешь быть? Да, чтобы родить могла. Кстати, беременеть, обычно врачи говорят, через год можно. Но я спросила, вот разговаривала со всем врачом, когда это на этой теме. Он говорит, если ты забеременеешь, как бы раньше времени, это ничего страшного не было. Потому что это не болезнь, это беременность. Просто, как бы, оно поменяет, как бы... Ребенок твои сиски не заберет. Нет. Ничего не случится, потому что, как бы, вы беременны, что и через месяц, после операции, очень в горе. Как бы, в этом ничего страшного для организма не случилось. Вообще ничего. Ну, нормально. Просто, как бы, какие-то цели для того, чтобы просто через год финальный уже результат. Вроде размягчало, как бы, все нормально. Так что, те, кто боятся беременности. Что ты посоветуешь? Зачем, которые хотят сделать? Что ты посоветуешь? Так, не бойтесь и делайте реальность. Если какие-то комплексы хотят лучше себя эстетически, это, наверное, очень классно. Потому что больше уверенности в себе, в первую очередь, появляется по своим делам. Я со своими изюмами вообще просто. Даже их показывать не было велики тела. Ну, и потому что, как бы, я рожала первого ребенка, у меня они опустились вниз и выглядели мне, конечно, удобно. Я очень комплексовала по груди. А вот за счет чего тебе смогли поставить больше? За счет того, что кожа, грудь была растянута и больше Я, на самом деле, кстати, переживала, что он не врач сказал, что ему нужно будет сделать лифтинг. А этот лифтинг подтяжка груди и увеличение. Это нужно резать потом сначала. Ты имеешь ввиду после операции? Нет. А перед делается две, получается. Во время операции делается и лифтинг, и потом увеличение. Нет, ну это какой-то предел. Я видела такой груди сейчас. И он, да. Мне сказали, типа, у тебя не настолько опущенная груди вниз, что ты тебе нужен был лифтинг. Поэтому просто увеличение. Ну, он прекрасно. И он сделал максимально такую идеальную работу. Прям очень хорошо. Придется от пара потратиться. Ну, как у всех, как у многих сейчас такое мышление, не стереотипы, что доктор здесь как-то разница. Не особо хорошо делать груди. Но, наоборот, это очень хорошо. Я очень много искала. И все-таки у меня в класс такой молодой врач. У него образование медицинское, лет 15 занимается. Ну, у меня в хирург. Он работал в Лондоне. Потом сюда, здесь. Он у меня при клинике в Саудовской Аравии делает, короче. Груди. Я думаю, предложила ему еще и в России. Груди. Потому что это просто большое в России делать. Груди. И именно, что он очень хорошо делает натурально. Максимально натурально. Ну, уже потом посмотрим. Как это сделать натурально. Что ты планируешь делать после того, как восстановится твоя грудь? Может быть, у тебя есть какое-то упражнение? Я, насколько помню, раньше, ранее пела в детстве. Правильно? Скажи мне. Да. Я закончила музыкальную. И так получилось, что меня родители помогали продвинуться в плане пения. И я участвовала... Ничего, что я в кадре курю. И я участвовала на разных экзертах. Пела. Мне это нравилось. Зима звукала. Это было мое. Я очень любила. И у меня много клипов есть на ютубе. У меня было, что я участвовала в кастинге на Евробидении. Но мы не выиграли. То есть просто на кастинге. Мы взяли второе место. И другая на нашу страну выступала. Есть по ютубе для детей. И для детей, и для родителей. И не получилось попасть. И когда появилось видео, после как я выступала на сцене, очень много хейта было. Ну, не много. Было пару. Были много комментариев хейтеровских. Но я не выдержала. Я, наверное, из этого отказалась петь. Я забылась. Сейчас переступила уже через весь этот хейп. 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 Многим людям что-то не нравится. Всегда так. Всегда в жизни происходит, что кому-то что-то не нравится. Не может быть. Просто у меня возраст, наверное, был такой подростковый. Тогда сразу все закрылось в себе. И я забросила. Хотя я безумно бы хотела петь. Наверное, была первая моя мечта. И я бы хотела петь на сцене. Но смотри, сейчас все может реализоваться. Врусина уже сделала. Венера сделала. Венера сделала. То есть укомплектовала себя. Осталось там в ближайшем будущем поделать поводы, фигуры. И вперед на сцену покорять. Возьму смелость. Может быть пятый. Посмотрим. Но пока есть планы другие проекты реализовать. Что касательно женских. Да, я помню другие. Потом уже посмотрим. Если не будет поздно. Хорошо. Ну, никогда не поздно. Получше поздно, чем никогда, как говорится. Поздно, когда поздно. Какая-то половина. Я тоже слышала. Продолжение рубрики. Ты же занимаешься певицей. Про профессиональные певицы. Расскажи немного. Как вообще на сцене выйти. Слушай, ну как плохо. Сталкивалась ли ты с Хейтем тоже? Любая жена. Любая жена певица ждала. Да, прицелите вопрос. Блин, на самом деле. Ну, хотел бы начать с того, что я уже 26 лет на сцене. Да? То есть как поставили... 26? Да. 4 года меня поставили. Приблизительно в этом возрасте меня поставили на сцену. На сцену и все, и после этого как-то все понеслось. Я не боялась сцены никогда. Естественно, как и у любого артиста, присутствует волнение. Как и у артиста, без волнения. То есть тебе, значит, пофигу на народ, который тебя слушает, который на тебя смотрит. Нет, в любом случае присутствует волнение, чтобы донести свои какие-то переживания, либо какие-то обратные эмоции в песне, передать это все зрителю, понимаешь, да? Естественно, ты выходишь на сцену и волнуешься за это. Хотя ты выходишь на сцену, у тебя первые пару секунд есть такое волнение, а затем все, ты отпускаешь эту всю ситуацию, ты отдаешься полностью своей композиции, народу. То есть человек, зритель, не должен чувствовать свое волнение. Тогда получается, когда не получается передать эмоцию, кроме как волнение. Но у тебя же есть видео на ютубе? Да, конечно. И как ты вообще справлялась с критикой людей? А, так вот. Слушай, на самом деле, хотел бы сказать, что меня как-то стороной это обошло. Было пару раз, но как-то ты знаешь, я сама знаю, на что я способна, что я сделала не так, да? И как-то эта критика воспринималась полне себе нормальной. Ну, наверное, просто люди, которые просто взаимозавидуют, которые хотели бы не скрою. Да, возможно, не скрою. Но и поэтому я скажу, что с каким-то хейтом как таковым я не сталкивалась. Потому что, во-первых, у меня и образование высшее, и у меня такая школа пройдена, и университет, и странно джазовый вокал. Поэтому как-то я уверена в себе, я уверена в том, что я делаю, творю на сцене. Я и твою. Ну, да, это мое, да. Помимо того, что есть какие-то еще опытные профессии, которые как-то пришлось в один момент освоить, просто, как знаешь, как своего рода интерес и подработка, скажем так. Это макияжи, обучение макияжа, обучение бровян. Также я забыла упомянуть, что я преподаватель вокала являюсь. Поэтому ты там хотела вернуться на стол. Голосок себе подправить! Посмотреть, как оно. Еще работает, нет? Еще работает. Да. Поэтому любое волнение, это не есть плохо, это есть хорошо. Просто почему я выбрала макияжи и брови в бьюти-сферу? Потому что ранее я участвовала в многих международных конкурсах, и мы летали там в тот же самый Хельмштейд в Германию. У нас конкурс проходил на протяжении двух недель, и группа из Беларуси летела, количество человек было десять. Да, я попала в эту десятку тогда, мы представляли Беларусь. Нам там сказали, что вы как девочки, вы должны себя показать перед интервью. То есть, как показать, сами себя умеете накрасить. Допустим, у вас вот полчаса до интервью нет возможности там вызвать мейкап какого-то артиста, визажиста, там все, вы должны с этим совсем справляться сами. И у нас было обучение. То есть, мы в тот период получили дипломы международного образца. То, что мы прошли недельные курсы по обучению макияжа. То есть, когда наступил ковид в 2020 году? В 2020 году, да? Да. Ну, по-моему, да. По-моему, в 2020-2019 году. Что-то такое, да. Вот. И так как артистическая карьера на тот момент пошла на спар, заведения перестали работать, ты думаешь, чем ты сейчас можешь заниматься, как ты можешь себя обеспечивать в этот период времени. И ты, естественно, идешь куда, ты вспоминаешь какие-то свои задатки. Блин, я же там обучалась, я же там умею кратить там. О, нифига себе. Все, и давая вот это вот все вспоминать, просто пошла, обновила свои знания, прошла очередные курсы и начала как-то подрабатывать на этом. Ну, потом, естественно, начало все приходить в норму с выступлениями и обратно вернулась к выступлениям, но не забросила своего. Как типа хобби. Да, как хобби. Так и сейчас это в Дубае происходит, когда... Сейчас именно гулян, именно вот это, как они делают. Да, да, да. И просто сталкиваешься с тем, что большинство мастеров этого делать совершенно не умеют. И ко мне приходят девочки после ламинирования, после двух недель с закручивающимися бровями, и ты смотришь, господи, девочка моя, давай еще подождем две недели, потому что после ламинирования нужно подождать полтора месяца. Нельзя делать через две недели, через месяц. Ну, через месяц можно, это уже индивидуальный подход к мастерам. Он посмотрит результат и скажет тебе, можно делать, либо нельзя. И мы выжидаем этот период. Девочки ко мне приходят, мы это все переделываем. Они спокойно потом ходят в месяц-полтора. Они говорят, боже мой, неужели так можно было? Ну, да. То есть присутствуют тоже некоторые до сих моментов с мастерами, с профессионализмом. Хотя, казалось бы, я не так давно в этой профессии. Ну, как не так давно? Вот так и чтобы... А ты что-то себе делала в плане эстетики, что-то с СИЗО? Колола. Диспорт. Ботокс. Ботокс. Больше ничего. Больше ничего. Знаешь, дело в том, что, когда я только заикалась об этом, мой молодой человек говорил мне о том, что я не хочу целовать силиконовые губы, я этого не хочу делать. Нет, сиськи. Зачем тебе сиськи? У тебя и так заикли сиськи. Ты чего? А у меня был план, типа, бля, ну это сделать, такая четверчка. Ну, у тебя будет хорошая. Да, благодаря генетике. Да. С этим повезло, конечно. Ну, мне и нельзя, в принципе, делать, потому что у меня плохая сфальковая кровь. Да. Давление. Ну, сейчас это все можно возобновить, как бы восстановить. Поэтому... И все не время, скажем так. Ну, корректно. Да. По поводу творческой деятельности в плане выступления, да, был в родин огромнейший этап моей жизни, эти все конкурсы. Один из них, самый запоминающийся, наверное, был это участие в Евровидении, «Голос Украины», «Голос России» и вот «Почу Виагру», «Почу Кмеладзе». Это вообще интересная тема была. В Беларуси. А, скажи, в Беларуси проходил кастинг, я не собиралась, на самом деле, на него. Я училась в университете, это 2013 год, именно? Да, 2013 год был. Я училась, типа, блин, да нафиг, мне все вокруг говорят, «Толя, где ты, чё, вообще-то там, вообще-то там, вообще-то там, про катер, там, типа, тёмненькая, всё, на дуле, волосы, я худющая такая, окей такая, думаю, блин, ну, была не была. Пойду схожу. В национальной школе, на школе красоты у нас проходила кастинг, три этапа, то есть, на одном этаже ты проходишь одно, одних людей, на втором этаже других людей, третий этап, ты же приходишь, естественно, показать и фигуру, и всё остальное, как бы, да, вообще-то обтягивающе нужно было надеять, да, и тут доходит момент, это самый третий, был последний этап. Спойте песню, да, мы включим музыку, вы танцуйте под неё, да, и снимите верху. Тут уже смотрели на то, какая-то раскрепощенная, почему, потому что... Сиськи поглядать? Не сиськи, ну, как, ты можешь без галтери там стоять, да, я знала, что может присутствовать такой момент, вы разденетесь перед камерой, я прекрасно это понимала, поэтому я тоже не дурочка, я надела вот такой вот топ и стояла в таких легателе. То есть, по сути, я как будто пришла в тренажерку заниматься. Да, я, говорят, снимите, я говорю, да, не вопрос, снимаю всё, потому что почему они спрашивают насчёт того, что получится у тебя снять, переступишь ты вот эту вот черту, либо не переступишь, потому что, если ты обратила внимание, в Viagra все наряды, они открыты. Да, и ты хочешь, не хочешь, если ты попадёшь, пройдёшь этот кастинг, тебе придётся раздеться, тебе придётся примерить на себе все эти раздетые наряды, да. Вот, поэтому, окей, всё хорошо, ладненько. Спасибо большое, мы что с вами скажем? Хорошо, я работала на тот момент в короткой индустрии, работала под вокалисткой, ведущей звукорежиссёром, параллельно я пела в «Ковербензе», параллельно у меня были сольные выступления. Ну и, помимо всего этого, у меня была ещё учёба. Спросишь, как я всё успевала? Спевала. Вот так и успевала. Я просто не спала, из-за этого я вот такая вот и была. Мне нужно было везде, всюду поспеть. Попробовать всё. Да, 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 да. Ты чё, это моё. Я просто-напросто, знаешь, как у меня протекали мои сдачи экзаменов. Я просто приходила после очередной смены караоке. Караоке смена заканчивалась у нас в Беларуси в 6-7 утра, а у тебя сдача зачёта в 8. Я вся размалёванная такая. Знаешь, прихожу в 8 утра, я всё равно иду, да, хотя я могла пойти поспать 2-3 часа, зная, что у нас огромная группа просто стоит студентов, да, спокойно можно было поспать. Но нет, я думаю, блин, я пойду лучше сейчас сдам, не капущая, а у меня это пятая смена без выходных. Я размалёванная вся, накабылка в плантине, прикрывающем попу. Стою такая, подходит преподаватель, говорит, так, первая группа сейчас будет заходить, так, кто пойдёт и поворачивается на меня. А я сдавала тогда на тот момент психологию. Очень хорошо просто запомнила этот момент. «Боже, Никитина, ты откуда пришла такая сейчас? Из караоке». Я говорю, да. Ну и ты, девочка, ты хотя бы когда-нибудь перестаёшь работать? Я говорю, да. Вот сегодня у меня будет 2 выходных, а если ещё сдам зачёт, не хорошо, то 3 выходных. Почему? Потому что буду гулять, отмечивать. Ну, тогда заходи. Пытается зайти, типа, группа из 5 человек, да, он говорит, нет, пускай не путь, надо зайдёт. Я захожу, говорит, тяни билет, я тяну билет. Говорит, знаешь его? Я говорю, честно, не знаю. Ну, ты же посещала мою бару. Говорит, посещала. Я говорю, ну, вы знаете, сколько всего, помимо вашего предмета, нужно было выучить? Он говорит, окей, дают тебе вторую попытку. Я вытягиваю второй билет, знаешь его? Я говорю, знаю, отвечаю. Отвечаю, получаю свою девятку. Он говорит, пожалуйста, прекрати его. Я говорю, окей, и поешь, а у меня синяки такие под глазами. Представь, после ночиных, вот этих вот этих, да, вот это вот стоит, на ней все платья, просто она просто взяла. И я ещё такая стою, шатаюсь. Спать хочешь? Говорю, хочу, иди, молодец. Всё, я сдаю. Как я узнаю, а то пошла спать. Как я узнаю о том, что я прохожу кастинг? Виагра. Да, Виагра. Я, получается, сплю такая, знаешь, мы жили тогда с девчонками, у меня это звонит на всю телефон. Мне пофиг, я один раз отрубила, да, звонит второй раз, да, а подбегает моя подружка, Анечка, она смотрит, говорит, Голя, это Украина. Говорит, может, это тебе скачу Виагру? Ну ладно, не помню, как правило, не называлась. Я, блин, а это 8-9 утра. Вот рано, они настолько звонили, а я опять после смены в ночном караоке. Я такая, алло, Ольга, Никитина? Я. Ну да, а вы куда звоните? Это мне просто, я этого разговора, то, как вот, первую часть, не помню, потому что, блин, я только легла спать. я 40 минут, как час, где-то заснула, уснула. Да, вот Аня мне рассказывала, говорит, это был вообще трэш, говорит, что ты там несла, чуть ли их нафиг не посылала. Короче, Ольга Никитина, да, куда вы звоните? Да, дело в том, что вас беспокоят телепроект, от Червиатра, съемочная, не съемочная, съемочная группа, там типа менеджер, такая-то, такая-то, да, дело в том, что вы прошли кастинг, и мы вас ждем через месяц, наверное, или через две недели будет второй этап в городе Киев на киностудии имени Дедженко. Я куда прошла кастинг? Такая, знаешь, я вообще не понимаю, что происходит. И тут побегает моя Аня, такая, Оля, ты прошла кастинг, киностудия имени Дедженко, Дедженко, такая, все, на таких эмоциях, все, у нее такое происходит, она говорит, ой, ну ты прошла, да я больше тебя радуюсь, у нее начинается такая истерика какая-то, она говорит, все, просните, я такая, бас, просыпаюсь, да, здравствуйте, меня зовут Ольга Никитина, да, 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 вы прошли этот кастинг, я, вау, класс, все, мы еще, я вам пришлю смс, когда-то нужно явиться, какому времени, все, супер, класс, я там, вау, пришла в себя, подходит как раз вот этот вот момент, когда нужно ехать на кастинг, в 8 утра мне нужно было находиться, мое время было, как я поняла о том, что это мое время, там стояла очень большая очередь, да, но так как я приехала заблаговременно, заранее, я стояла в первой пятерке, вот такой вот, для того, чтобы нас пропустили, заполнить, нужно было анкету эту, и вытянуть билет, когда ты проходишь. По итогу, я вытягиваю, и все, и мое время, а, это в 7 утра, вот эта стояла очередь, мое время было в 8 утра. Супер, классно, и выходишь обратно, а, не выходишь на улицу, а уже находишься там, на съемочной площадке. В 8 часов, как ты понимаешь, это все не началось. Час, два, три, четыре, уже большое скопление людей, проходят какие-то левые люди, да, то есть, твоя очередь, она как бы, она давным-давно уже прошла. Ты дальше сидишь, выжидаешь, да, а ты все, ты уже размалевана, уже привела себя в порядок, дальше ожидаешь. В этот момент ты не имеешь права выходить из этой киностудии Министерина Беженка, да, у тебя на улице стоят биотуалеты, в которые ты можешь выйти два раза, наверное, либо три раза, то есть, сходить в туалет, выйти со съемочной вот этой вот площадки. Блин, и ты просто сидишь, терпишь, чтобы, не дай бог, да, потому что ты пьешь водичку, ты понимаешь прекрасно, что, ну, прекрасно, мне тебя так подобрет, а тебе не дадут возможности просто быть. Вот. И есть там тоже нельзя было, тебе поставили просто стол, на который поставили сушки какие-то, баранки, чай, но это все быстро разумелось. Там сидели, просто группами скомпоновались, там что-то подъедали, да, какого была возможность. Ну и все, и ты дальше сидишь, понятное дело, что были какие-то делегации с представительным мужчиной, за ним высокие девушки проходили, и, естественно, они шли в первых рядах. То есть в жюри сидели Алена Винницкая, Игорь Берник и вот Константин Меладзе. За сценой интервью у нас все отправляла на сцену Вера Брежнева. Казалось бы, Вера Брежнева, какой замечательный, положительный человек. Но я столкнулась с тем, что в закулисье она себя настолько похабла, как хабалка вела, где мои красные чревички, вот это все, там бежит вот этот вот ее помощник, такой типа, Вера, 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 я не помню, Вера Анатольевна или кто она там, да, просто тащит ее, где ты типа шляешься, вот такое все, да, как только в кадре, все, вот типа, где мои красные чревички, там подбегает ее помощник, типа, Вера, 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 там ее пойми, ее отчество, да, ну, типа, где ты шляешься, там все остальное, то есть, сразу вот картинка человека меняется, а в кадр она в вас такая, ой, мои хорошие, ну, что ты переживаешь, то есть, ну, совершенно вы личный такой человечек оказался, ну, я была очень сильно шарашена, поэтому, ну, да ладно, в принципе, вера, так вера, какая-то такая, по итогу, ладно, уже 11 вечера, а смею заметить, что в 8 утра я должна была выйти, а жюри, вот это вот, по главе с Константином Меладзе уезжают, и остается съемочная группа, которая будет снимать это все, но без жюри, я на панике, нас еще до хера людей, да, то есть, пропустили всех своих таких, всех таких, при бабле, с карманом, там все остальное, да, и тут остались мы такие, я такая, знаешь, подлетаю, панику устроила, я говорю, вы что, хренели здесь, я с 8 утра здесь нахожусь, на меня все, 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 не паникуй, не паникуй, типа, все, ты уже сейчас пойдешь, а, забыла упомянуть, перед этим, где-то в 5 вечера, в 6, там ходили ребята, снимали, ну, вот, что мы там делаем, да, где-то ножку там подснали, где-то голые какие-то моменты, где-то как-то кто-то переодевается, подснимали, я там сдружилась с парнишкой, там все возле меня, шевался, оператором, да, и потом такой, знаешь, подходит, говорит, Оля, ну, здесь уже все известно, я говорю, в смысле известно, я тебе не могу даже тренинг назвать, кто, типа, выиграл, я говорю, в смысле тренинг, я говорю, не надо мне ничего не называть, да, ну, понимаете, насколько, блин, сразу тебя, вот этот вот фактор, да, немножечко приспускает, да, потому что, типа, нет, здесь все, здесь как бы безденежно все, то есть, вы, как бы, вы понравились, значит, вы проходите, то есть, такой вот фактор, неденежный присутствует, да, ни за кого-то заплатите, ты там сразу на сцене, ладно, я на этот фактор не обратила внимания, окей, да, тут уже моя очередь, я выхожу на сцену, фонограмма тихо играет, да, там говорят, так, Никитина Ольга, представитель из Беларуси, город Минск, да, все, песня, «Отними меня крепче», а не лорок, я тогда пела, я стою на сцене, мне включают фонограмму, тихо-тихо, я показываю, типа, что я ничего не слышу, мне в мониторе не дали звук, я говорю, громче, поднимите, да, и мне резко просто в мониторе дают, так громко, я же вот отскочила на этой сцене, понимаешь, вот насколько вот они сволочи, делают вот такие вот моменты, ну да ладно, я там не растерялась, все отпела, и тут на сцене я заканчивала петь, и оказывается, сидела женщина, там где-то вдалеке, да, вот в этой своей подсовке, где она разговаривала, да, в смысле типа Ольга Никитина, вот это то-то-то-то-то, да, она где-то за сценой находится, говорит, вот Ольга, вот вы с того момента, как мы вас видели на этом кастинге, да, вообще похорошели, еще больше, там, все, типа, скажите, пожалуйста, а могли бы вы сейчас снять свое платье на сцене? Я говорю, нет. Хорошо, спасибо. Все, то есть я знала уже о том, что девочки, когда выходили после исполнения своих песен, что их там просили раздеться, кто-то раздевался, кто-то там плакал, то у кого-то там истерика приключалась, типа, а все, а получается, если сейчас не сняла платье, значит, я точно не пройду дальше, типа, вот такие вот всякие были моменты, но мое достоинство, как бы, оно при мне присутствовало все-таки, это на сцене, это будет смотреть и моя мама, это будут смотреть и родственники, и все мое окружение, в принципе, и университет, то есть все об этом будут знать, я кто-то такая, я пришла на сцену раздевать, из-за конкурса, я понимаю, что там будущее мое, какое-то там дальнейшее, могло бы быть из-за этого, если там вдруг разделать, да, все, стабильно ты проходишь, ну нет, какие-то там, у тебя качества вот эти вот все-таки, если бы тебе сейчас сказали раздевать, это бы разделать, нет, не разделать, а мы на что смотрим? ну, если раздеваться, для чего? так ничего не видно, ну, что мне, голые, по сцене щеголят, как-то, для чего это все, ну, понятно, ну и все, я, знаешь, ну, типа, я просто выхожу на сцену, когда говорю, блин, я говорю, без жюри, без вот этого всего, не переживайте, вот этот вот весь материал, Константин Миладзе будет отсматривать, и после 8 утра с вами будут связываться, если вы понравились, для прохождения в реалити-шоу, типа дальше, типа, как это бывало, там, как было в Мексике, только, как-то девчонки живут в этом телепроекте, как дальнейшее, их судьба будет складываться, кто будет отсеиваться, вот, и все, я расстроенная, напыхалась с подругой тогда, и мы вот двинули в 8 утра на Мексике, на следующий день. Я еду в машине, мне звонят, 8, 8.15, либо 8.17, я до сих пор помню, Оля, Никитина, я говорю, да, это вас беспокоит, кастинг в телепроекте, в Качу-Виагу, в Качу-Виагу, и я ну, дело в том, что Константин Милатс отсмотрел материалы, вы проходите следующий этап в телешоу, в Качу-Виагу, пойдете ли вы участвовать? Я говорю, нет, почему нет? Потому что после прохождения этого всего, как бы, моего выступления, это простроено, все остальное, мне звонит девчонка, говорит о том, что говорит, Оля, будут очень большие проблемы с университетом, если ты придешь в это, я в этих шоу чтобы участвовать, если вдруг пройдешь, ну, все остальное, то есть, ну, вплоть до отчисления, то есть, меня вот так, как-то напугали, да, и я, ты знаешь, я беспокоилась по этому поводу, потому что я училась на плавном помещении, то есть, это большие деньги были, да, это не все попадали в университет, именно в эстрадно-жазовый вокал, это очень престижно было на тот момент, да, то есть, и группа из 100 с чем-то человек, и попасть в 20-ку, это, да, что-то. 100-100 человек, это уже во втором, в рампе, скажем так, было, да, попасть вот в эту вот 20-ку учиться было очень тяжело вообще поступить, а так как я подавала все экзамены на десятки, то есть, все, супер, класс, да, но обошла меня девочка с целевым направлением, как это затронула все темы, конкурс, университет, да, вообще? да, вот, вот, поэтому я не хотела упускать момент, когда учиться в университете, и поэтому я приняла для себя главное, наверное, решение, тогда на тот момент оказаться в участии в этом реалити-шоу, ну, значит, не мое, значит, не сейчас, значит, время не пришло, поэтому, ну, я на самом деле не расстраиваюсь, пищу, я расстраиваюсь, потому что, я думаю, я думаю, что могло бы, в принципе, получиться, почему бы и нет, все для этого было, хотя тот фактор, то, что молодой человек, когда этот оператор сказал, что здесь уже все давным-давно решено, не только в Украине и Австралии? Нет, по всем городам, то есть, и в Казахстане, и везде, всюду, Беларусь, да, вот, в Беларуси я прошла, поехала в Украину, в головной офис, скажем так. А, то есть, получается, они туда зовут, да? Ну, да, группа такая, украинская. Сейчас уже не позовут, сейчас уже не позовут. Прекращай это все. Сейчас я это много будет. Далее я уже не подхожу к этому кастинг, если бы он и был. Уже как бы все. Уже время утекло. И с определенным возрастом. Да, и с определенным возрастом. Насколько я знаю. Достаточно интересная информация, чтобы мы бы вам тебя услышали. Мне понравилось такое прям, немного больше узнала о тебе. Спустя 11 месяцев. Спустя да. Да, классно. Ну, я желаю успехов в твоей карьере. Я думаю, что все получится. Все получите. Главное, что голос есть. Это очень важно. Главное, чтобы еще мозг был. Ну, мозг есть. Да. В мозге голос есть, можно ли? Поддержка, когда есть, это вообще самая главная с помощью на самом деле. Потому что, когда нет поддержки, тогда тяжелее справляться с этим совсем. Да. Какое-то все у тебя мотивирует. Да. А когда это просто все располагает, тогда и хочется что-то делать. Это самое главное. Родные поддерживают. Родные поддерживают. Но моя мама, скажу так, что она не приветствует мою профессию. Почему? потому что говорит «Ты семью так не создашь, вот эти вот пляски твои, песни». То есть, она вот этот момент, наверное, большего не поддерживает. Хотя она всегда меня поддерживала на протяжении всей моей жизни, во всех конкурсах. Во всем. За это ей огромное спасибо. Класс. Было интересно послушать. И тебя тоже. Все, спасибо. Ну что, подписывайтесь на канал Акбарс Лайв. Ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте свои комментарии. Там выходит очень много интересного. Не пропускайте важную информацию, важные, интересные интервью, которые в дальнейшем вам могут, наверное, даже и помочь. И видосики. Окей. А теперь, короче, вот так берешь, раскрываешь рубашу и бок. Хорошо, нет.